Всем привет! С вами мне Монте. Осень это время сбора урожая. И сегодня я вам расскажу про каштаны. Это Черногория и мы находимся возле границы Албании. Здесь находится лес каштановый. И здесь смотрите какие большие каштаны. Сбору каштановый происходит в ноябре. Сначала они зеленые, а потом становятся коричневые и трескаются. Каштаны падают с деревьев и они разрываются. И целая семья собирается и выезжает для сбора каштанов. В Черногории даже есть праздник сбору этих каштанов. Они их жарят. Даже есть праздник. Они называются каштаняда. Не только в Черногории, но в большинстве городах Европы каштаны собирают и их жарят на площадях, возле рынков, в центре. Жарят эти каштаны и складывают их в пакетики по порции и продают людям. Вот мы немножко собрали, чтобы показать, как их готовят. Вот такой интересный осенний плод. В Черногории каштаны растут от Казадарского озера до границы Албании. От Вирпазара до улицы до границы Албании. Эта вся вот дорога, не нужно гнать, нужно потихонечку ехать, смотреть, фотографировать, живописные виды и, конечно, усыпанная дорога каштанами. Вот над моей головой, как они растут. Если кому интересно, где находится каштановый лес, пишите в комментариях, и я вам вышлю в точку, где именно находится этот лес. Давайте посмотрим. Как же каштаны приготовить? Способов есть много. Их делают под соусом, в сиропе. Но самые простые способы приготовить, это пожарить и сварить каштаны. Когда вы каштаны выбираете, вы посмотрите очень внимательно, потому что у каштанов бывают черви, какие их едят. И надо их выбирать. Как каштаны сварить? Мы просто каштаны засыпаем их в кастрюлю, заливаем водой и варим, как картошку. Целый час их надо сварить. А сейчас я вам покажу способ, как приготовить дома каштаны на обычной сковородке. Мы берем каштан, ножик, и разрезаем в виде крест-накрест. Для того, чтобы, когда мы поставим на раскаленную сковородку, чтобы он раскрылся, и легче его можно было очистить. Вот я каштаны сейчас подготовил, разрезал все, и укладываю их на раскаленную сковородку. Укладываю, видите, с разрезами вверх. Будет видно, когда они будут идти до готовности, эти разрезы будут раскрываться. И тогда можно их будет переворачивать. Два-три минуты на одной стороне, и две-три минуты на другой стороне. Вот видите, каштаны уже подходят к готовности, они раскрылись. И сейчас их можно переворачивать. Вот каштаны уже готовы. Их нужно сложить в пакетик бумажный или сложить полотенце для того, чтобы они дошли. Их нужно закрыть и подождать хотя бы одну минуту. И они дойдут, и будут очень вкусные. Вот сейчас их можно закрыть, для того, чтобы они постояли минуту, и чтобы с них не вышла влага, и они дошли до готовности, были вкусные. Вот каштаны уже дошли, они остыли. И вот для чего нам нужны были разрезы, для того, чтобы легко их чистить. Вот они чистятся. Вот. А вы пробовали каштаны? Как они на вкус? Может вы знаете новые какие-то рецепты? Напишите мне в комментариях, буду ждать. Вкусно. Очень. А сейчас вам покажу самый вкусный способ приготовления каштанов. И лучше всего делать на природе. Мы берем каштан и разрезаем крест на крест. И лучше всего, чтобы это было большие. наши каштаны. Они готовы. Мы их разрезали и ставим на раскаленные угли. В зависимости от жара через несколько минут надо каштаны перевернуть. Когда вы видите, что каштаны уже разрезами открываются, они сейчас уже будут готовы. Еще несколько минут и они будут готовы. Вот каштаны уже готовы. Самое лучшее их есть зимою. Они согревают руки и тело. Очень вкусно ходить по улице и кушать их. Складываем на аппетит. Дайте им минутку дойти до готовности и пробуйте. Открываем их. Видите, легко чистятся. По вкусу сладкий картофель и орех. Между орехом и сладким картофелем. Почему они укусные? Потому что с ароматом дымка. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И пишите свои комментарии. Попорубите вы каштаны. Субтитры сделал DimaTorzok